Массовое ДТП Находился в нетрезвом состоянии Вот что рассказала одна из пострадавших Мы машина, которая приняла основной удар на себя Ребенок в 6 лет набугался так, что всю ночь потом успокаивала Больше всего досталось мужу левый руль авто Водитель просто вывалился из машины, он пьяный, был в усмерть Также, по словам Ирины, у водителя отсутствовала страховка Что еще больше усложнило ситуацию Из-за аварии под мостом образовалась огромная пробка Проезд освободился только к полуночи Несколько алтайских трасс сегодняшнего дня и до 19 июля Будут перекрыты для всех видов транспорта Ограничение проезда связано с плановым движением военных колонн Трасса Новокраюшкина-Первомайская Будет закрыта 17 июля с половиной десятого вечера до часу ночи В среду с 15.40 до 18.40 ограничат движение По дороге Новокраюшкина-Первомайская А также по трассе Озерки-Восточный А 19 июля этот же участок дороги перекроют вечером до часу ночи В Алтайском крае объявлено новое штормовое предупреждение Сообщает газета «Бийские рабочие» Когда ждать непогоды А также о том, сколько барнаульцы задолжали за коммуналку Узнаете прямо сейчас из обзора новостей от Сибирской медиагруппы Грузами с градом и сильным шквалистым ветром до 22 метров в секунду пугают алтайские синоптики По их прогнозам, непогода проявит себя с 17 по 19 июля вероятнее всего в предгорных районах края В связи со штормовым предупреждением МЧС предостерегает жителей региона По возможности пережидать непогоду в капитальных строениях А в случае нахождения на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции Не находиться под деревьями Добавим в экстренной ситуации Звоните по телефону 65 82 19 или 101 Барнаульцы задолжали за коммуналку более 2 миллиардов рублей Пишет Политсибру со ссылкой на пресс-службу мэрии города С наибольшей скоростью долги населения растут перед сибирской генерирующей компанией При этом около 400 миллионов рублей невыплаты горожан за содержание и ремонт жилья Совокупный же размер долга барнаульцев за коммуналку составляет около 2,5 миллиардов рублей Открылся дополнительный авиарейс на Барнаул из Москвы, информирует газета «Комсомольская правда» Еще один самолет будет курсировать с 13 июля по 8 сентября Этот день принято считать завершающим летний туристический сезон на Алтае Дополнительный самолет Москва-Барнаул вылетает из аэропорта Домодедова по пятницам в 21.30 по московскому времени Рейс открыла авиакомпания «Уральские авиалинии» Стоимость билета по тарифу «Эконом» от 9 тысяч рублей в одну сторону Отметим, этот пятничный рейс стал пятым в расписании Прежде из Москвы в Барнаул улетали 4 самолета Елена Макаренко, Наши новости Сделать фото с известными футболистами Увидеть звезд эстрады Александра Маршала и Николая Расторгуева Могли в минувшие выходные жители Заринской гости города Здесь прошел традиционный двойной праздник День Металлурга и День Города Организованный городообразующим предприятием «Халтайкокс» Праздничное утро началось бодро и спортивно От взвода управления стартовала особая стальная эстафета Не помешала даже жаркая душная погода Участники говорят, нам, металлургам, к жаре не привыкать У всех волевые качества очень на высоком уровне И постоянные тренировки, ну и здоровый образ жизни А такого карнавального шествия, признают сами заринчане, город еще не видел Главная тема – чемпионат мира по футболу, которым сегодня живет и вся страна, и, конечно же, Заринск Футбол смотрели? Конечно За кого болели? За наших А как же Серхо Рамос? Не надо, нам наши нужны На главной площадке стадионе «Юна» с тем временем гремел настоящий фестиваль спортивных и развлекательных шоу Впервые в Заринске работала креативная фотоплощадка, где участники могли стать ближе к звездам мирового футбола Как отметил генеральный директор Алтайкокс Павел Лизагуб, группа компании НЛМК внесла свой вклад в чемпионат Поставив на строительство объектов более 50 тысяч тонн металла Успехи страны, заслуги в том числе города и его жителей Наше движение вперед, каждодневное, оно приводит к тому, что мы делаем и малые формы, и делаем фрески, и вводим спортивные сооружения в строй Это делаете вы, это самое главное Он отметил, радует, что город не только развивается, но и молодеет Кстати, для совсем юных гостей праздника были приготовлены свои конкурсы и развлечения Тем временем взрослые состязались в силе и ловкости На турнире «Стальные волонтеры» победила команда «Крепкий орешек» коксового отделения номер 3 Поздравляю вас с победой, ребят Спасибо, спасибо Как эмоции, как ощущения? Супер А вечером перед жителями Заринска выступили самые настоящие звезды эстрады Александр Маршал и Николай Расторгуев Над городом прозвучали песни, такие знакомые и близкие, что многие искренне и с душой подпевали Завершился этот долгий и радостный день Традиционным праздничным салютом, осветившим разноцветными огнями улицы Заринска Банковская карта для многих надежный спутник в мире шопинга Но несмотря на массовое распространение, нередко россияне называют любую пластиковую карту кредиткой, что не совсем верно В чем же их отличие и плюсы мы узнали у специалистов У большинства наших сограждан есть как минимум одна карта, зарплатная Это так называемая дебетовая карта То есть сколько денег на ней есть, столько вы можете потратить У кредитной карты есть одно важное отличие, кредитный лимит Например, у карты Банка Восточной большой беспроцент этот лимит составляет 300 тысяч рублей Как видим, кредитная карта выгодно отличается от дебетовой существенным запасом средств Которые вы можете потратить в любой момент на свое усмотрение Главное отличие кредитной карты от кредита наличными вы платите только за те деньги, которыми реально пользуетесь К примеру, если взяли в банке наличными те же 300 тысяч, то процент будет начисляться на всю сумму Неважно, потратили вы их все сразу или только половину А по кредитной карте, скажем, в этом месяце расходы составили только 50 тысяч Вы платите только за них, а не за все 300 тысяч Однако карта Восточного банка не просто так носит свое название Большой беспроцент – это реальные преимущества карты от Восточного банка По карте Большой беспроцент действует льготный период до 180 дней на каждую покупку На деле это означает, что вы, скажем, купили новый телевизор по кредитной карте И полгода на сумму покупки не будут начисляться проценты То есть вы, по сути, ничего не переплачиваете сверх стоимости телевизора Есть еще одно преимущество Большого беспроцента – лимит средств на ней пополняемый То есть в отличие от кредита наличными, пользоваться ею можно не один и не два раза Когда вы возвращаете кредитные средства на карту, тем самым вы снова увеличиваете лимит То есть работает схема – потратил, вернул, можешь тратить снова Одна маленькая карта может таить в себе множество возможностей И получить этот удобный инструмент можно в любое для вас подходящее время В офисе Восточного банка по адресам на проспекте Ленина 42, Павловском тракте 251В, проспекте Ленина 161, проспекте Ленина 100 и в новом офисе на Балтийской 67 И о погоде спонсор прогноза погоды компания Эволар Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина Атероклифит – фитотерапия от Эволар Почувствуйте разницу Эволар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP В крае переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди, грозы в Бийске, Рубцовске – 28, тепла в Алейске, Заримске и Славгороде – 25 В Барнауле возможна гроза, ветер северо-западный, умеренный, местами порывистый и до 26 выше нуля Это все новости к этому часу, полная картина дня в вечернем выпуске Телефон редакции 722-440, хорошего настроения, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова